Брифинг по текущей ситуации на валютном рынке продолжается в Доме правительства с участием заместителя премьер-министра, министра нациоэкономики Нурлана Байбазарова. Предлагаю послушать фрагмент его выступления. Уважаемые представители средств массовой информации, последние несколько недель наблюдается определенное колебание на валютном рынке, выразивающееся в ослаблении курса национальной валюты. На прошлой неделе курс доллара США превысил 500 тенге. В связи с этим, понимая обеспокоенность наших граждан и бизнеса, правительство и Национальный банк принимают согласованные меры по обеспечению стабильности на валютном рынке. Важно подчеркнуть, что корректировка курса национальной валюты – это явление, вызванное исключительно воздействием фундаментальных внешних факторов. Среди них можно выделить три основных. Первый фактор – это глобальное усиление индекса доллара в последние месяцы. Второй фактор связан с некоторым снижением мировых цен на нефть. И последний, немаловажный фактор – ослабление российского рубля. Учитывая, что Россия является нашим крупным торговым партнером, скачки рубля могут оказывать влияние и на курс тенге. В этих условиях главной задачей правительства является недопущение ухудшения социального положения и благосостояния наших граждан и снижение негативного влияния на предпринимателей. Будут приняты все необходимые меры для стабилизации и минимизации возможных негативных последствий для экономики и населения. Управиться достаточно ресурсов и инструментов для этого. По обеспечению стабильности потребительских цен мы осознаем важность сохранения стабильности цен на потребительские товары и совместно с Национальным банком и местными исполнительными органами продолжим реализацию комплекса мер по сдерживанию вентиляции, в том числе за счет насыщения внутреннего рынка товарами, защиты конкуренции, внешнеторгового регулирования и регулирования тарифов. Благодаря таким действиям годовая инфляция в Казахстане в 2023 году снизилась с 23% до 9,8%, а по итогам 11 месяцев 2024 года составила 8,4%. Правительство мониторит ситуацию и будет принимать меры, направленные на сдерживание цен в экономике по позициям, имеющим социальное значение. Для сдерживания цен на социально значимые продовольственные товары будут задействованы продовольственные запасы нового урожая. К зимнему и весеннему межсезонью сформированы значительные продовольственные запасы. На складах стабилизационных фондов, торговых объектов и у сельхозпроизводителей хранятся более 826 тысяч тонн по 29 видам основных продуктов питания. Эти запасы регулярно пополняются с учетом сроков хранения и способны обеспечить потребность страны на несколько месяцев. С приближением новогодних праздников предпринимаются дополнительные меры для сдерживания возможного роста цен. В регионах организуются регулярные сельскохозяйственные ярмарки. Для дальнейшей стабилизации цен в зимний период и межсезонье планируется начать разбронирование овощей из стабилизационных запасов уже в начале февраля, что позволит обеспечить рынок необходимыми объемами продукции и предотвратить ценовые колебания. В рамках деятельности региональных комиссий проводится анализ роста цен, выявляются непродуктивные посредники и рассматриваются факты превышения торговой надбавки. Деятельность данных комиссий в текущем году усилена за счет вовлечения контрольно-фискальных и силовых органов. Для насыщения внутреннего рынка овощами в период межсезонья организуется зеленый коридор для поставки ранних овощей из ближнего зарубежья. Осуществляется тесное взаимодействие с бизнесом в сфере торговли. Все социальные обязательства государства выполняются и будут выполняться в полном объеме. Это один из приоритетов работы правительства. По повышению соцвыплат. С января текущего года осуществлена ежегодная индексация всех пенсий и способий с учетом уровня инфляции. С 1 января 2025 года будет осуществлена ежегодная индексация солидарной пенсии на 8,5%, социальных пособий и базовой пенсии на 6,5%. По поручению главы государства продолжается поэтапное повышение размера базовой пенсии. В республиканском бюджете на 2025 год предусмотрены расходы на 42 вида социальных выплат в сумме более 6 триллионов тенге. По сравнению с 2024 годом рост составит 12,5%. Порядка 2 миллионов казахстанских семей с детьми охвачены пособиями из республиканского бюджета и социальными выплатами из Госфонда социального страхования. С начала 2025 года все размеры государственных пособий семьям, имеющим детей, будут проиндексированы на 6,5%. Всего в республиканском бюджете на 2025 год на выплату пособий семьям, имеющим детей, предусмотрено 875 миллиардов тенге. Социальная поддержка малообеспеченных граждан будет продолжена через оказание адресной социальной помощи. На 1 ноября текущего года АСП получили 76 тысяч семей или 403 тысяч человек. В рамках пересмотра подходов оказания АСП с учетом расходов граждан, предстоит трансформация АСП с использованием цифровой карты семьи и интеграция с системами государственных и негосударственных организаций. Кроме того, с 1 сентября 2024 года повышенный размер стипендий по программе бакалавриата на 20%, по магистрантам и докторантам на 15%. Должностные оклады работников научных организаций увеличены также на 18%. С января 2025 года увеличение составит 17%. Правительство продолжит реализацию намеченных планов по стимулированию инвестиций и диверсификации экономики. Уже начата реализация 17 крупных проектов более высокого передела в нефтегазохимии, машиностроении, металлургии и агропромышленном комплексе. В экономику вливаются большие инвестиции. В этом году только в рамках реализации масштабных инициатив главы государства по жилищному строительству, газификации регионов, модернизации ЖКХ, транспортной инфраструктуре, финансирование экономики превысило 2 трлн тенге. В текущем году начата реализация национального инфраструктурного плана до 2029 года на общую сумму порядка 40 трлн тенге. До конца текущего года также будет принят национальный проект модернизации энергетического и коммунального секторов. Продолжается поддержка фермеров. В следующем году финансирование ВПР увеличено до 700 млрд тенге. На сегодня уже принимаются заявки от фермеров. Фермеры будут обеспечены 5% льготным финансированием. Усилена работа по привлечению иностранного капитала в нашу экономику. Продолжится системная работа по улучшению условий для бизнеса и либерализации экономики. Мы ожидаем, что приток иностранной валюты в экономику от реализации правительственных программ окажет стабилизирующий эффект на валютный рынок и будет способствовать дальнейшему росту экономикам.